Автомат защиты сети 220 вольт от перенапряжения. Схема предназначена для защиты аппаратуры бытовых приборов от аномально высокого напряжения, которое может появиться в электросети. В этой схеме минимум деталей, рассеивающих тепло, чем достигается пожаробезопасность и живучесть устройства защиты. Схема очень проста. Сетевое напряжение выпрямляется бестрансформаторным выпрямителем на базе емкостного делителя. Соотношение емкостей конденсатора С1 и составного конденсатора С2 и С3 влияет на выходное напряжение. Пропорциональное увеличение емкости конденсаторов делителя влияет на максимальный выходной ток делителя. Указанные номиналы позволяет получить в режиме холостого хода при напряжении сети 260 вольт. На выходе это конденсатор С4 около 20 вольт. Мощности выпрямителя достаточно для четкой работы нескольких реле, включенных в параллель. Напряжение выпрямляется на диодном мостике. В данном случае собранное из четырех диодов КД202. Можно использовать готовый модуль, например КЦ405 или КЦ407. Далее выпрямленное напряжение через делитель R1 и потенциометр P1 поступает на управляющий электрод тиристора Т1. При достижении порогового напряжения в сети, в нашем случае 260 вольт, происходит открывание тиристора и срабатывание реле, которое отключает нагрузку. А для восстановления устройства и подачи напряжения на нагрузку достаточно выключить и включить автомат С1, который служит для защиты сети от короткого замыкания и перегрузки потоку. Диод D1 параллельно реле служит для защиты тиристора от ЭДС самоиндукции, которая возникает в обмотке реле при отключении напряжения. Это очень простая, но полезная схема. Автомат защиты сети 220 вольт от перенапряжения. Для защиты бытовых электроприборов. Ссылку на принципиальную схему этого автомата защиты вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, так же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы рассматриваем интересные, полезные и очень несложные электронные схемы. Поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.